Дамы и господа, продолжаю рассказ о международной выставке технологий, оборудования и материалов для производства полупродняков, электронных компонентов и систем. Масштаб выставки впечатляет. Кажется, яблоку было негде упасть. Тысячи людей изучали ассортимент экспонентов, вели переговоры и, возможно, заключали контракты. Каждый, посетивший выставку, что-то увлекательное, нашел лично для себя. Возле очень интересных стендов образовались настоящие заторы. Электроника была представлена как драгоценность 21 века. Оформление некоторых стендов было почти как в ювелирных магазинах. Была видна особая эстетика. Из всей палитры стендов, представленных на выставке, выделился стенд компании Технотех со своим булгаковским котом. Я, правда, не понял замысел художника-дизайнера, который оформлял этот стенд. Ну, надеюсь, на помощь зрителей, конечно. А между тем, компания Технотех, основанная на тростливом производственном предприятии с почти 50-летним опытом изготовления печатных плат, успешно производит печатные платы 7 класса точности. Электронные узлы и платы Технотех проходят военную приемку 1660 Министерства обороны России. Компании в том числе ведут разработку и производство диэлектриков. Имеется наличие лицензии на право производства и реализации вооружения и военной техники. Производственные мощности компании Технотех находятся в городе Шкарала, Марийской Республике. Очистка отверстий после операции сверления – очень важная операция при изготовлении многослойных печатных плат и двусторонних плат из нетипичного диэлектрика. Существует несколько типов очистки. В ООО Технотех применяется плазменно-химическое микротравление. Плазменно-химическое микротравление – не только отличная альтернатива перманганатной очистки, но иногда и единственный метод подготовки отверстий в платах. Компания AIDON – ведущий российский производитель систем электропитания промышленного и специального назначения. Предприятие базируется в городе Воронеж, историческом центре радиоэлектронной промышленности СССР. Присутственные мощности располагаются на площадях более 2500 квадратных метров. На стенде компании Asamorus представлены автоматы установки компонентов, оборудование для трафаретной печати, автоматы дозирования. Компания занимается поставкой оборудования, проведением испытаний производства электроники. Автомат для установки компонентов поверхностного монтажа на печатную плату. В него должна дойти плата с пастой или клеем, и он набирает компоненты из ленточки и ставит печатную плату. После этого плата должна дойти печь и оплавится. Производитель Yamaha – Игония. На выставке была представлена рентгеновская система для автоматического подсчета компонентов AXC803. Данная система позволяет автоматизировать все процессы по приему на склад, занесению в базу данных и инвентаризации электронных компонентов. Скорость считывания катушки на 3000-5000 компонентов составляет от 10-12 секунд, что в десятки и сотни раз быстрее, нежели у механических считывателей. На стенде компании Asamrus были представлены также следующие оборудования. Трафаретный принтер паильной пасты MPM Momentum 2-100, автомат для установки SMD компонентов USM-10 Yamaha, 3D-система автоматической оптической инспекции USI-V Yamaha, система селективной пайки Start Selective Seho, система подсчета компонентов AXC803 Science Scope. REM Thermal Systems производит энергоэффективное промышленное оборудование для электроники и фотоэлектрической промышленности с 1990 года. Перед вами парапазная пайка, установка для парапазной пайки с патентованным инжекционным принципом. Суть в том, что в отличие от других компаний, мы не кипятим инертный Гальден, в данном случае теплоноситель, а непосредственно впрыскиваем его в вакуумную камеру. За счет этого мы управляем по сути температурой через объем подаваемой жидкости. Дальше мы это выкачиваем за счет вакуумного насоса, фильтруем и заново повторяем цикл. Компания предлагает для своих клиентов индивидуальное решение в области пайки, нанесения и отверждения покрытия на конструкционные узлы. Деятельность 26 представителей в 24 странах мира координируется из штаб-квартир в Германии, город Блауборен. RM Thermal Systems разработала новую систему для оптимальной обработки гибких подложек в флоруме ленты, например полиамидной пленки, с использованием процесса намотки. Системное программное обеспечение WICON сочетает в себе уже зарекомендовавшие себя программные инструменты RM, такие как удобное управление продуктами и блокировка процессов с новыми возможностями в области мобильных приложений в виде WICON App и WICON Connect в привлекательном дизайне и с интуитивно понятным сенсорным управлением. Инжиниринговое предприятие OSTEC начал свою деятельность в 1991 году. Оборудование предназначено для автоматической затреки в отверстие. шаг настройки 0,1 гм. Можно его продемонстрировать в работе. Идет автоматическая чистка наконечника и поочередно запайка в отверстие. Компания Clever Electronics работает на рынке электронного оборудования с 1999 года. Кстати, актуально в пандемийный период компания рассматривает возможность поставки автоматической линии производства трехслойных одноразовых медицинских масок для отечественных производителей. Высокопроизводительная автоматическая линия, обслуживаемая одним оператором, обеспечивает низкую себестоимость выпускаемой продукции и минимальное количество отходов. Другое предприятие, образованное в 1990-м перестроечном году, было RTS Engineering. Это советско-швейцарская СП РТС. В 1992 году в рамках РТС сформировалось самостоятельное направление – поставка и сервис общелабораторного оборудования для научно-исследовательских и клинических лабораторий. Fine Placer Core Plus от компании Global Engineering – это полностью конвекционный ремонтный центр с автоматическим выполнением процессов, что делает его максимально щадящим инструментом для работы со сложными печатными узлами и компонентами. Бесконтактное удаление припоя, возможность припоя трафаретной печати на компоненты и платы, возможность пайки среди азота, бесконтактное измерение температуры, ключевые компоненты высоконадежных ремонтных операций на ремонтном центре Fine Placer Core Plus. В группу компании Global Engineering входит компания Global Microelectronics и научно-техническая компания Soltech. Представленный на стенде автомат установки компонентов Fridge Place All 620 обеспечивает максимальную производительность от 6000 до 10000,5 компонентов в час. В зависимости от размеров монтажной зоны автоматы изготавливаются в трех типоразмерах. На стенде также представлена установка микросварки и тестирования Bontech 56i. Это сварка в полуавтоматическом и автоматических режимах любым методом сварки, а также тестирование соединений в одной настольной машине. Она позволяет проводить сварку золотом, медью, алюминием, проволокой диаметра 17-500 мкм и плоской лентой шириной до 2 см, испытывать соединения на прочность, документировать результаты измерений, проводить полный статистический анализ процесса с точностью позиционирования плюс-минус 5 мкм. Другое название этой серии установок, давно вошедшего в обиход сотен пользователей по всему миру, Microfactory – микрофабрика. Установка оснащается разными рабочими головками, рабочими столами, системой технического зрения со строго вертикальным расположением видеокамеры, системой контроля деформации и цифровым ультразвуковым генератором. Впервые на выставке компания Евроинтех представляет автоматическую установку обрубки и формовки выводов микросхем PURBEST UPFL. Серия полуавтоматических установок HB16 предназначена для кленовой микросварки и термокомпрессионной сварки золотым шариком. Установки обеспечивают сварку тонкой проволокой до 75 мкм из золота, алюминия, серебра и меди, а также лентой шириной до 250 мкм. В отличие от серии HB10, установки серии HB16 имеют моторизованное перемещение инструментов не только по оси Z, но и по оси Y, что дает возможность получать повторяемые петли сложной формы или выполнять стежковую сварку. У модели HB16 переход от кленовой сварки к сварке шариком выполняется сменой только рабочего инструмента и режима управления, но не требует замены рабочей головки. Кстати, у компании Eurointech имеется демонстрационный зал в городе Люберце.